Всем привет! Вы на канале Солнечный Цветок. Сегодня хочу ответить на вопросы, которые вы оставляли под моими старыми видео о выращивании лилии. У меня есть подробное видео, как сажать лилии, как их размножать. Лилия очень хорошо размножается чешуйками. Это интересный, увлекательный процесс. Отламывайте чешуйки от лилии. Это как раз делается сейчас, в марте, в апреле. Когда вы только-только купили лилии, не бойтесь, отломите пару чешуек и посадите их в землю, отломанной стороной вниз. Глубоко не закапывайте, чтобы чешуйка торчала. И посмотрите, как на ней вырастут маленькие луковички. Я очень часто проводила такие опыты. Все это размножается легко. Если найду этот старый ролик, то ссылочку вам добавлю. В общем, самый часто задаваемый вопрос. Купили лилии, что с ними делать? Как их сохранить до высадки в грунт? Вообще луковичные нужно хранить в холодильнике. Но вот в этом году очень ранняя весна. На месяц раньше это точно, потому что в нашем регионе мы начинали все дачные работы где-то к первому мая ближе. А сейчас конец марта, и я уже в теплице на свой страх и риск сею рассаду. Конечно, заморозки могут вернуться, но хочу попробовать вырастить пораньше рассаду и редиску в предыдущем видео. Я вам это показывала. Если интересно, можете посмотреть. Сегодня хочу поговорить про лилии. В общем, не бойтесь, высаживайте лилии в грунт. Лилии это достаточно морозоустойчивое растение, она зимостойкая. И как только-только сошел снег, можно лилии уже высаживать. То есть температура будет почти такая же, как и в холодильнике. Но она будет уже в естественных условиях, она уже даст корни и большая вероятность, что в этом же году она и зацветет. Если будет очень большой росток, то, возможно, в этом году у нее не хватит сил, чтобы лилия зацвела. Не нужно давать ей возможности расти, наращивать листья. Лучше эту луковицу сразу закопать в землю. Вот эту вот зеленушку нужно будет закопать, потому что еще, возможно, будут заморозки. Лилию сажают на глубину три луковицы. То есть, вот представим, что сверху три луковицы. Раз, два, три. И вот на такую высоту закапываем лилии. И еще такой вопрос часто задают, почему у меня пропали лилии. Вы знаете, вот в нашем регионе очень мало что растет, потому что зимой у нас морозы под 40, летом у нас жара 40. Ну, в общем, резко континентальный климат. И я всегда так смеюсь, все, что не высохло летом, замерзнет зимой. Но действительно сложно выращивать. Но лилии прекрасно у нас растут. И я никогда не видела, чтобы лилии чем-то болели. Ну, то есть, если они заболевают, то это бывает редко. От чего могут пропасть лилии? Чаще всего луковица пропадает, если очень высокая влажность. Если у вас влажный климат, и вы еще сильно поливаете лилию, ее нельзя поливать каждый день. То есть, луковица сгниет обязательно, если вы будете ежедневно ее поливать. Даже при нашей жаре. А я поливаю лилии два раза в неделю. Можете в лунку насыпать песочек для лучшего дренажа, чтобы лилия не подгнивала. Ну, то есть, это самая распространенная причина, от чего гибнут лилии. Это сильный полив, высокая влажность. И вторая причина, от которой пропадают лилии массово, это мыши. У нас раньше мышей не было, лилии росли прекрасно. И какой-то один год, я смотрю, пропали все мои лилии, выросла только одна. Думаю, что такое, куда они пропали. Захожу в теплицу, а тут бегают мыши. Ну, в общем, пришлось бороться с мышами. Так что это самая частая причина, от чего могут погибнуть лилии. Вообще, лилии это такая неприхотливая культура. Если у вас нет опыта, в огородничестве, то смело можете покупать лилии, можете начать с дешевых сортов. Ну, понятно, что дорогие сорта сразу покупать люди боятся тратить деньги, вдруг не вырастет, не получится. Купите те, которые подешевле. Вот. И попробуйте. Вообще, даже редкие какие-то сорта экзотические, они намного сложнее могут быть в выращивании, если они не приспособлены к нашим условиям климатическим. Ну, конечно, они потом со временем адаптируются, но я приобретаю какие-то более простые сорта, и растут они без проблем. Вот. Ну, вот мыши все попортили. Поэтому в этом году буду сажать опять. Купила вот пару луковичек, еще планирую попозже подкупить. Заранее не покупаю, потому что вот эти вот длинные, большие зеленые ростки, либо их можно отломить, когда вы в холодильник их положили, либо когда вы их высаживаете рано, они торчат из земли. И, в общем, это не очень удобно. Лилии желательно покупать перед самой посадкой. Ну, многие выписывают из магазинов лилии. Вот. И там уже они приходят в таком виде, конечно, с длинными ростками, но ничего страшного. Еще такой вопрос часто задают, почему у меня лилия не зацвела в первый год. В принципе, это нормально, потому что лилии чаще всего нам продают после выгонки. То есть их выращивают лилии, на выгонку сажают, цветок срезали, а лилии упаковывают и продают. Вот. Поэтому луковице обязательно нужно отдохнуть. Я считаю, если лилия затормозилась в росте первый год, не нужно ее никак дополнительно стимулировать. Ну, конечно, вы можете удобрение подсыпать летом. Опять же, не часто. Я использую удобрение, может быть, раз в месяц, а иногда я и забываю, вообще не использую. Вот. Не нужно никакой дополнительной стимуляции для того, чтобы лилия зацвела в первый год. Задача луковицы в первый год хорошо укорениться, пустить хорошие корни, а уж потом только дать вам хорошее цветение на второй год. Но бывает, что лилия зацветает и в первый год. Вот. В этом случае я никогда цветок не обламываю. Если... Ну, то есть я считаю, что лилия и вообще любое растение, оно само знает, когда ему цвести, а когда ему отдыхать. Вот. Вот. Поэтому дополнительно что-то делать я вам не советую, не рекомендую. Ну, вы понимаете, да, как на выгонку сажают цветы. Там используют огромное количество стимуляторов роста. И если вы еще и когда высадите на дачу будете использовать такое огромное количество стимуляторов роста, ну, большая вероятность, что просто у растения не хватит сил. Вот. И вы загубите эту луковицу. Ну, хотя я еще раз повторю, загубить лилию очень сложно. Вот. Это надо постараться, чтобы загубить лилию. Это очень живучее растение. Если вы лилии пересаживаете и нечаянно даже лопатой разрубили луковички, ничего страшного, сажайте эти чешуйки на то же место, и они тоже дадут детке. На самом деле лилия очень даже неприхотливая. Ну, вот такая была грусть-печаль, когда в прошлом году наши лилии съели мыши. Вот. Поэтому мне придется их выращивать заново. Ну, надеюсь, у вас такого не случится. Еще хочу ответить на такой вопрос. С какими другими цветами лучше всего сажать лилии? Ну, я сажаю лилии между розами. Розы у нас в начале сезона еще пока кусты не очень такие раскидистые, и между ними как раз вылазят лилии. И когда лилия цветает, я ее обрезаю, оставляю вот такой небольшой пенек. Конечно, он на грядке смотрится некрасиво, но к этому времени уже разрастаются розы. И эти пенечки уже практически не видно за цветами роз. Вот. Ну, вот мне удобнее так сочетать розы с лилиями. Но смотрите, в чем сложность. Розы нужно на зиму укрывать. И когда мы укрываем розы, вместе с ними мы укрываем лилии. Лилии и так хорошо зимуют, они, в общем-то, укрытия не требуют. Но поскольку они растут вместе, укрываю все вместе, и здесь есть риск, что весной луковица может загнить или сопреть, если вы вовремя не снимете укрытие. Ну, то есть нужно как можно раньше постараться все это открыть. Вот. Ну, если зима будет теплая, тоже есть вероятность, что там луковица загниет. Ну, у нас редко бывают такие зимы. В основном у нас зимы морозные. Вот. У нас только вот эта зима была без сильных морозов. А так, в принципе, у нас всегда сильные морозы. Вот. Как еще... С чем еще хорошо сочетать лилии? Очень хорошо их сочетать с однолетними растениями. Ну, то есть, допустим, если вы между лилиями посадите петунии, например, потом вы обрежете лилии, и к осени будет у вас красивая грядка петуний. Петунии... Вообще, самые любимые у меня однолетние цветы – это петунии и вербены. То есть, уже выпадает снег, и эти цветы очень красиво смотрятся на грядках, особенно вот где были лилии. Единственное, с чем бы я не советовала сажать лилии и вообще какие-то другие цветы – это астры. Вот. В нашем регионе очень плохо растут астры. Очень плохо растут астры, потому что они подвержены заболеваниям. Астры очень часто заболевают, и чтобы эти заболевания не передавались другим цветам, я все-таки советую астры сажать отдельно, прям отдельной грядкой. Потому что вот есть заболевания астр, которые просто невозможно победить никакой химии, а требуется выжигание земли. То есть, землю поливают керосином и поджигают. Только тогда можно избавиться от этих грибковых заболеваний. Ну, и большая вероятность, что от такого зараженного грунта будут заражаться какие-то другие растения. Вот. Поэтому вот астры... С астрами нужно быть осторожнее. Вот. Астры нужно сажать... Желательно сажать на месте, где был костер. То есть, если вы жгли листья, ветки на этом месте, очень хорошо сажать астры. И второй уже год на это же место не сажать. Вот. Ну, вот. Самое сложное у нас в выращивании – это астры в нашем регионе. Хотя раньше они росли без проблем. Они росли шикарно. Вот. Но потом они пропали. Ни у кого, и у соседей не растут астры. Я долго не могла понять, что это такое. Ну, и потом все-таки нашла информацию, что это заболевание. Вот. Ну, и именно поэтому теперь астры я сажаю вообще отдельно, отдельной грядкой. Вообще, такие цветы, как лилии, нужно сочетать с какими-то другими цветами для того, чтобы грядка не была пустая. Но имейте в виду, что если вы будете сочетать, например, ирисы и лилии, то ирисы отцветают рано. Потом вы обрезаете лилии, и опять же на этой грязке ничего не будет. Нужно сажать именно такие цветочки, чтобы они потом заполняли вот это пространство между лилиями. Ну, вот, собственно, для этого подходит очень хорошо петуния вербена. Однолетние флоксы. Кстати, однолетние флоксы шикарно цветут. Они низенькие, очень хорошо они растут. Вот. Многолетние флоксы в нашем регионе плохо зимуют. И вот так же они заболевают очень часто. Но вот однолетние флоксы очень хорошо растут. Их как раз сейчас нужно в марте, в апреле сеять на рассаду. Они во второй половине лета будут шапкой цвести, будут как ковер покрывать грядку. Ну вот, вроде бы на все ваши вопросы я ответила. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на другие мои каналы. Все ссылочки я вам оставляю под видео. С вами была Инесса. Желаю вам хороших урожаев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok